Нет худа без добра. Карантинные ограничения на выезд за рубеж стали импульсом для развития внутреннего туризма. В этом году большинство граждан Казахстана обратило свое внимание на отечественные курорты и зоны отдыха. В этом плане восточному Казахстану всегда было что предложить туристам. Наибольшей популярностью, конечно же, пользуется лечебное озеро Алаколь, но и другие уникальные водоемы нашего региона привлекают к себе все больше отдыхающих. Об особенностях летнего отдыха и предпочтениях отечественных туристов наш следующий видеоматериал. Побережье Алаколя не нуждается в излишней рекламе. О лечебных свойствах озера известно далеко за пределами нашей страны. Поэтому неудивительно, что в этом году многие из казахстанцев выбрали это озеро местом своего отдыха. Но надо сказать, что и другие уникальные водоемы нашего региона пользуются большой популярностью у туристов. К примеру, Шульбинское водохранилище привлекает к себе не меньше внимания отдыхающих, чем озеро Алаколь. Походу на Алаколе меньше людей, чем на Шульбинске, да? Взять тот же Шульбинск. В субботу, воскресенье было очень много народу. И не только с города семей, но и приезжих, также и Бухтарма, и Шошкалы. Туры выходного дня мы возили всегда очень много народу. Много очень ездят дикарями, семьями и турами выходного дня. Озеро Шошкалы – одна из жемчужин восточного Казахстана. Летом полезные свойства соленой воды и лечебные грязи привлекают сюда огромное число туристов. Многих впечатляет уникальная природа вокруг озера, чистый воздух и возможность поправить свое здоровье. Но отсутствие оборудованного пляжа и домиков для отдыха все же доставляет определенные неудобства. Мне нравится здешняя природа. Тут соленая вода и лечебные грязи, которые полезны для здоровья, особенно людям с кожными заболеваниями и аллергией. Здесь очень много отдыхающих и большое количество машин. Но, к сожалению, здесь всего два домика для отдыхающих и не оборудован пляж. Действительно, удобств для отдыхающих на Шошкалы минимум. Тенечка на берегу не найти. Практически все побережье озера занято машинами и туристами. Домиков для туристов не предусмотрено. Но все же это не уменьшает количество желающих отдохнуть и поправить свое здоровье. Представители сектора туризма отмечают, что на данный момент туристическая отрасль становится все более привлекательной для инвесторов. Многие бизнесмены семьи и из других областей рассматривают варианты вложения частного капитала в сферу внутреннего туризма. По мнению специалистов, в немалой степени этому способствует выгодное географическое расположение нашего региона, который стоит на перекрестке интереснейших маршрутов. То есть у семьи есть потенциал стать крупным туристическим центром. У нас есть возможность сделать в нашем регионе крупный туристический центр. В связи с этим семейские бизнесмены и инвесторы из других областей проявляют немалый интерес к нашему региону. Для того, чтобы правильно использовать природу и создать все необходимые условия для туристов, они будут строить места отдыха. Этот летний сезон подходит к своему завершению. Несмотря на ограничения, многие уже успели отдохнуть. Кто-то выбрал Алаколь, кто-то обратил свое внимание на более доступные для него туристические направления. Но факт остается фактом. У желающих приятно и хорошо отдохнуть в пределах Восточного Казахстана всегда есть выбор. Сама Цикенов, Вахаткуль Казес, Ельжан Макзумов, Телеканал Семей.